В Брюсселе начался саммит о членстве Украины в ЕС. В СУ опровергли потерю Маринки, а у Путина спросили, как попасть в Россию, о которой рассказывают на Первом канале. Я Кристина Терещенко, это итоги 14 декабря от команды новостей Донбасса. Мы начинаем. В Брюсселе с задержкой в полтора часа началось заседание Европейского совета. На нем лидеры ЕС должны принять решение о начале переговоров с Украиной о членстве. В то же время СМИ пишут, что саммит может длиться дольше запланированных двух дней. Так, издание «Политика» со ссылкой на лидеров стран ЕС сообщает, что споры по Украине могут продлиться до субботы или воскресенья. А премьер-министр Эстонии Кайя Каллас вовсе заявила, что главы государств могут провести Рождество в Брюсселе, если не будет достигнуто соглашение о финансировании обороны Украины. Президент Владимир Зеленский уже выступил по видеосвязи на саммите Евросоюза. В своем обращении он заверил коллег в том, что Украина выполнила домашнее задание от ЕС, приняла все законы, выполнив рекомендации Еврокомиссии. И теперь дело за ними. Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали недостойной. Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пас из Брюсселя в виде негатива по отношению к Украине. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Напомним, на саммите лидеров Евросоюза ожидается, что блокировать вопросы, связанные с поддержкой Украины, будет Венгрия. СМИ писали, что начало переговора во вступлении Украины в ЕС может быть отложено до марта следующего года именно из-за позиции премьер-министра Виктора Орбана. А вот что касается Словакии, которая тоже вела антиукраинскую риторику в последние недели, то она якобы снимет все претензии во время саммита. На Марьинском направлении продолжаются бои. Украинские военные отбили 11 атак российских захватчиков. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский. Речь идет о районах Новомихайловки и Красногоровки. Генерал также заверил, что полное взятие Марьинки россиянами – это информационные вбросы и провокации россиян. Оборона Марьинки, по его словам, продолжается. В Генштабе заявили об отражении 19 атак оккупантов. Напомним, вчера российские военкоры сообщали о взятии армии РФ под полный контроль Марьинки Донецкой области. И даже выкладывали видео с установкой флага на его руинах. Об этом также писали некоторые украинские военные и волонтеры. А вот в Минобороны РФ заявили только о, цитата, «поражении живой силы и технике ВСУ под Марьинкой». О взятии населенного пункта там не сообщали. В Москве прошла так называемая «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. До 2022 года это мероприятие проходило ежегодно. Но вот с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Путин впервые решился ответить на вопросы россиян. Их, по утверждению организаторов, на прямую линию прислали более двух миллионов. Как бы странно это ни звучало, но военкоры спрашивали Путина о ситуации на передовой, представители спортивного канала о положении дел в мире спорта, а летчики об авиации. Хозяин Кремля отвечал быстро, делая вид, что никогда прежде вопросов не видел, к ним не готовился и знает все и обо всем. Не обошел стороной Путин, конечно же, и вопросы, связанные с так называемой СВО. Российский президент традиционно заявил, что истоки войны лежат в двух Майданах, а не в аннексии Крыма и ползучей оккупации Донбасса. Назвал Одессу русским городом, а также заявил о претензиях на другие украинские территории. Вот весь юго-восток, юго-восток Украины, он всегда был пророссийским, ну потому что это исторические российские территории. Частично, вот здесь вот коллега поднимает табличку Турция, да? Ну он знает, в Турции хорошо знают, все при Черноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причем здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще, ни Крым, ни вообще все при Черноморье. Одесса вообще русский город. Что же касается состояния российских войск и их обеспечения, то здесь глава Кремля отвечал достаточно путанно. Сначала он говорил, что государство обеспечивает российских военных всем необходимым, потом признавал проблемы с нехваткой систем РЭП-глушилок от дронов. Уверял, что все военнослужащие обеспечены всеми социальными гарантиями и здесь же признавал проблемы. А вот по поводу уничтоженной экономики оккупированных регионов и стертых с лица земли городов, Путин рассказал совсем мало. Он признал части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей дотационными. Однако, чтобы не расстраивать россиян, сказал, что и аннексированные территории тоже платят налоги в бюджет. Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, социальную жизнь России. Но, что я хочу сказать, и это важно, что вот в этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Но все же самой интересной частью этого мероприятия стали сообщения, которые всплывали у Путина за спиной. На большом экране в студии, где проходила пресс-конференция, показывали смс-вопросы к российскому президенту. Часть из них не была такой лестной по отношению к российскому руководству, как те, которые задавали пропагандисты. Вот зацитирую несколько из них. Как можно переехать в Россию, о которой рассказывают на Первом канале? Можно ли выиграть войну, сидя в активной обороне? Когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной и не нужно баллотироваться на следующий срок. Но на эти неудобные вопросы Путин решил не отвечать. Сегодня ночью российские войска более шести часов терроризировали Одессину ударными беспилотниками. В результате падения обломков, сбитых дронов, повреждено общежитие. Пострадали 11 человек, из них три ребенка, детей и взрослых. Госпитализировали у двух мальчиков и одной девочки контузии, а также закрытые черепно-мозговые травмы. У взрослых сотрясения и ранения. Также из-за российской атаки повреждения получили 11 зданий, выгорело дотла два автомобиля. Кроме того, россияне после атаки на Одессу обстреляли Измаильский район. Туда оккупанты направили более 20 ударных дронов. Там их целью была припортовая инфраструктура. Помимо Одесской области, под атаку захватчиков этой ночью попали и жители Херсона. Окупанты били по жилым кварталам города, обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, кое-где в местах попадания начались пожары. Громко было и на оккупированных территориях. Так, под обстрел попал Ленинский район Донецка. Есть разрушения и жертвы. По информации местных оккупационных властей, в час дня по городу было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня. Судя по кадрам очевидцев, попадание пришлось на район Цирка, Космос и здание Ремботехники. Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два человека погибли и трое ранены. Он также опубликовал фотографии последствий удара. Судя по снимкам, попадание пришлось по административному зданию. Также в результате удара выбиты стекла в близлежащих жилых домах. Правда, спустя несколько минут Кулемзин все эти фотографии удалил. По нашей оценке, удар пришелся по зданию по адресу Ленинский проспект 2Б. Но нам пока не удалось найти информацию в открытых источниках о том, что именно сейчас находится в этом здании. Все на сегодня. Больше информации 24 на 7 в нашем телеграм-канале Новости Донбасса. Короткие информационные ролики вы можете находить в нашем ТикТок. А на канал подписывайтесь, чтобы не пропускать вот такие ежедневные ролики. До встречи и берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok